ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Число предлагаемых продажей легковых автомобилей в нашей стране за последние дни сократилось более чем наполовину. По данным газеты РО, речь идёт как о предложениях со стороны дилерских центров, так и о частных объявлениях. Особенно это заметно по сегменту новых машин, что неудивительно. Многие автопроизводители заявили о приостановке поставок машин или прекращении их производства в России. Когда ситуация начнёт выправляться, специалисты прогнозировать не берутся. Падение продолжится вслед за падением курса рубля. ТРАССА СТО ОДИН Власти Московской области пошли на решительные меры по устранению автомобилей, мешающих проезду коммунальной техники, снегоуборщиков, мусоровозов и так далее. Теперь такие машины будут эвакуироваться или перемещаться в другое место. Соответствующее решение приняли депутаты региона. Речь идёт не только об улицах, но и дворах и внутриквартальных проездах. Перемещение автомобилей будет бесплатным. А если авто оказалось на штрафстоянке, то за пребывание там владельцам придётся заплатить. ТРАССА СТО ОДИН Россияне в конце календарной зимы начали брать больше микрокредитов на ремонт автомобиля. В ТОП-5 основных причин, по которым наши соотечественники прибегают к таким займам, данное обстоятельство оказалось на третьем месте. По данным издания «За рулём» выше только покупка бытовой техники или мебели и текущие расходы на жизнь. Аналитиков такая ситуация не удивляет, ведь стоимость автомобильных запчастей за последние дни выросла не менее чем на треть. ТРАССА СТО ОДИН Пользователей интернета удивило объявление о продаже легендарного внедорожника «Нива», размещенного на Мадагаскаре. Интересно здесь не только географическое местоположение, но и то, что машина оснащена дизельным двигателем, причем якобы сразу с завода. Комментаторы предположили, что во времена СССР экспортные «Нивы» действительно могли комплектоваться дизелем. Конкретный год выпуска авто, которое, кстати, находится в приличном состоянии, не упоминается. Продавец хочет выручить за данный экземпляр сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. ТРАССА СТО ОДИН Женщины с именем Дарья, Ксения и Анастасия, чаще других представительниц прекрасного пола, попадают в ДТП. Такой вывод сделала одна из известных страховых компаний. Страховщики подчеркивают, что имя никоим образом не является фактором, приводящим к неприятностям на дороге. Оно, разумеется, не учитывается при расчете стоимости полиса ОСАГО. Также в десятку наиболее аварийных женских имен вошли Виктория, Татьяна, Мария, Евгения, Елена, Александра и Анна. Не расстраивайтесь, если вы услышали свое имя, говорят страховщики. Просто соблюдайте ПДД. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН